Привет! С вами всё как у зверей, программа о том, в кого люди такие. И сегодня мы в районе Великой Рифтовой Долины, на древней прародине человечества, для того, чтобы покопаться в корнях, пожалуй, самого странного из массовых человеческих страхов. А заодно узнать, почему нас так гипнотизируют собственные прыщи. Да и чужие тоже. Тема сегодняшнего номера – трипофобия. Трипофобия – это боязнь дырок. Ну, дырочек. От греческого «tripos» – небольшое отверстие. Термин появился в 2005 году, а до этого тысячи лет была ситуация, когда жопа есть, а слова нет. Но, собственно, официального статуса психического расстройства трипофобии нет до сих пор. Несмотря на то, что порядка 15% населения испытывает мучительную тревогу, доходящую до панических атак, приступов удушья, головокружения и тяжелых кожных реакций, при виде отверстий в биологических объектах. Особенно отверстий кластерных, то есть образующих скопления. И особенно, если в этих отверстиях что-то есть. Ну, конечно, далеко не все люди падают в обморок при виде трипофобных кластеров. Но практически все отмечают какую-то вот гипертрофированную реакцию, явно неадекватную раздражителю. Такое вот тревожное, годливое любопытство. А самые смелые и честные с собой даже признаются в непреодолимом желании как-то удалить, убрать, выдавить вот это вот нечто, что скрывается в этих зловещих трипосах. Вот что это за реакция и откуда она у нас взялась? Как и подавляющее большинство необъяснимых человеческих бзиков, когда-то это была ценная адаптивная реакция, помогавшая нам выжить в нечеловеческих условиях дикой природы. Вот, собственно, и трипофобия, в отличие от какой-нибудь боязни числа 13, имеет благородное биологическое происхождение. И вот какая гипотеза его объясняет. Всех приматов, в том числе и наших предков, ужасно донимают на кожные паразиты. Ну, кожа тонкая, шерсть редкая, и одно спасение – это ловкие пальцы. Поэтому все свободное время приматы занимаются грумингом. Это такое взаимное обыскивание на предмет поиска всякой накожной дряни. И вот один из источников этой дряни летает сейчас вот где-то как раз вокруг нас. Скажи, что это настоящая муха ЦЦ. Да, самая настоящая муха ЦЦ. Настоящей не бывает. Это муха… Нет, не ЦЦ. Это муха Тумбу. Взрослая муха Тумбу – обычная муха. Она не пьет кровь, к людям не пристает, вообще ведет себя прилично. Но ее личинки могут забираться под кожу человека и других млекопитающих и там жить. Вызывает так называемый тропический африканский миас. Выглядит это как такой довольно большой фурункул с отверстием на вершине, через который личинка дышит и смотрит. Вот совершенно так же, как в трипофобных картинках. Для того, чтобы не сократить аудиторию нашей передачи до 10 железных людей, мы не будем вам показывать, как выглядит обширный накожный миас. Но, поверьте, от его вида трипофобия начнется даже у табуретки. Ну, хотя нет, все-таки немножечко покажем. Миазы и другие накожные инвазии ужасно портили жизнь нашим предкам. Настолько, что есть даже гипотеза, объясняющая исчезновение шерсти у людей, вот как раз борьбой с этой напастью. Таким образом, все поведение приматов максимально заточено на борьбу с паразитами. Вот увидел гада, все, дави его немедленно, не дожидаясь последствий. И не важно, на себе или на ближнем своем, потому что приматы – существа общественные, и в этом наша главная сила. И вот за миллионы лет такая реакция на появление потенциального паразита закрепилась у нас как врожденное. И, как и всякое генетическое условное поведение, не может исчезнуть вот так вот сразу, даже после того, как борьба с паразитами перестала быть основным содержанием нашего общения. Но теперь она проявляется в виде вот трипофобии или в виде нашей парадоксальной реакции на собственные прыщи. Когда вот видишь его, понимаешь, что не надо, не надо его трогать, будет только хуже, через час выходить. Но ничего не можешь с собой поделать. Включается древний инстинкт борьбы с паразитами, которым совершенно все равно как-то будешь выглядеть красным носом. Поэтому так трудно сосредоточиться на разговоре с человеком, у которого на лице выскочило что-нибудь подобное, потому что древняя программа в это время начинает бубнить у тебя в голове – удали это, убери это у него немедленно. Какой же могучей силой воли должен обладать человек для того, чтобы удержаться и не выдавить черные головки, засорившие грубые поры? Пишет нам Владимир Владимирович Набоков – великий эстет и уж никак не человек-обезьяна. Поэтому наличие в вашем поведении вот таких вот реакций – это вовсе не свидетельство какой-то грубости и примитивности натуры. Более того, их отсутствие говорит не о рафинированности никак вашей, а о том, что вы, возможно, произошли от плохо адаптированной особи, которая, собственно, и выжила только благодаря тому, что ее окружали тревожные и социально ответственные предки будущих трипофобов. С вами было все как у зверей. Пока!